говорим о наследовании дело в том что раньше я рассказывал кем именно так и наследование и . а сейчас мне хочется с вами поговорить чуть-чуть по-другому сказать так наследование и реализация слово реализация уже было оно как термин встречалось ну как что у нас есть у функции соответственно ее заголовок и ее реализация да то есть интерфейс взаимодействия функции и то как она реализована ее тело да описание функции ее реализации в этом смысле но мне сейчас хочется поговорить о следующем вот представьте себе что у меня у меня есть есть некоторый интерфейс класса который что-то требует от класса то есть каких-то публичных методов с конкретными сигнатурами вы достаточно понимаете о чем я говорю да послушайте еще раз внимательно представьте себе у меня есть некоторый интерфейс класс да не класс а интерфейс интерфейс вот я не знаю как честно сказать я плохо знаю диаграмму UML чтобы мне это отобразить правильно но я все-таки хочу подчеркнуть что это интерфейс класс который описывает ну естественно что интерфейс не может быть безымянным какой-то вид у него должно быть да а как он должен называться то есть условно некий мэм ну давайте там конкретно сотрудник института да как вот мы назовем абстрактно вот есть у меня кто студенты есть преподаватели да есть среди студентов есть старосты а кто еще есть есть охранники да те которые являются служебным персоналом да всякие вахтеры коменданты у каждого корпуса есть да ну я бы сказал так что глобально там студенты да студент там teacher да администрейтор и став например а есть некий просто условный мэн ну university man да унив унив мэн унив мэн некий универсальный university man значит что универсальный человек вообще требует вот какие требования есть к тому чтобы человек в принципе был вот одним как сказать входил вхож в университет кстати между прочим бывший выпускник выпускник вистеха да не бывший как раз выпускник вистеха уже тоже может получить пропуск и входить в институт да что у него должно быть мы должны его принести там условно в реестр организации да как-то чтобы он мог проходить у него конечно же должны быть обратите внимание что у него вообще-то может никаких атрибутов не быть я не имею права требовать атрибутов но вот я когда он входит когда он входит в институт я должен у него запросить идентификатор по-хорошему я здесь не имею права прописывать никаких атрибутов правильно это все должно быть скрыто от меня но я требую интерфейс взаимодействия то есть что я могу от него захотеть и что он мне должен вернуть правильно то есть я пропускаю все атрибуты и говорю атрибутов никаких не профессий правда я абстрактного человека абстрактного а какие методы у него должны быть очевидно что у него должен быть метод который вернет его имя да я сейчас не обсуждаю типы но тем не менее бедный чтобы высветить это на экране охранника если вы заглядывали в экран нашим охранникам то у них высвечивается кто вы да соответственно есть get photo надо сфотографироваться на том у всех кто входит в институт сделана фотография чтобы охранник мог слищить фотографию который у него высветился на экране с реальным человеком который вошел понятно и он мог остановить забрать пропуск у человека который не соответствует фотографии или по крайней мере детально проверить да и что еще у него должно быть у этого человека get что еще что-нибудь еще должно быть get name get photo а и подразделение get department условно да то есть кто он вообще верт верт где паска сокращен вот все каждого каждый класс который реализует вот эти вот свой вот эти методы каждый класс который реализует вот эти методы да соответствующими там сигнатурами я этот класс могу считать реализующим этот интерфейс понятно то есть я сейчас скажу следующим образом что у меня есть соответственно кто ну допустим давайте я сейчас титчера возьму титчер да у которого на самом деле титчер является вполне уже конкретным классом у которого есть некие конкретные атрибуты приватные да там не знаю титчер айди у него какой-нибудь для базы данных понадобится мало ли да чтобы делать запросы в базу данных титчер айди у него может быть там стринг name да там для преподавателя у меня name хранится в качестве стринга да например да может быть у кого-то из сотрудников там вообще не стринга будет храниться но у меня главное чтобы интерфейс был реализован и все да так вот я что скажу класс титчер является реализацией вот этого класса я направляю стрелочку вот в этом направлении да он реализует вот это у него эти методы автоматически должны быть вплоть до того что я указав эту стрелочку я даже могу их наверное сюда и не переписывать подразумевая что они тут обязательно должны быть реализовывать ну может быть стоит переписать но мне придется это сделать потому что есть механизм при помощи которого я могу заставить реализовывать реализовывать эти методы заставить их реализовывать если я захочу создать экземпляр учителя нет значит еще раз обратите внимание интерфейс класс то есть словом интерфейс класса я подразумеваю некую классоподобную штукой штукень да есть язык java в котором она так и называется эта штукень она так и называется интерфейс вот а классы интерфейса там сильно различаются друг относительно друг вот а в c++ плюс этот интерфейс на самом деле будет классом но я не могу не сделать акцент на том что мы должны отличать такие классы от конкретных классов этот класс абстрактный абстрактный то есть он мне задает некий шаблон ну как это никакое не обобщенное чисто объектно-ориентированное программирование там не будет шаблонности он не будет у меня много различных там реализов нет он не является шаблоном по которому штамповать тичера нет я отдельно прописываю учителя я буду каждый раз поминать что учитель он удовлетворяет интерфейсу юнивмен да у меня есть какой-нибудь там например став нам ближе конечно студент да един да который является администратором ну до деканата еще дойдем давайте студента значит у которого тоже есть свой там идентификатор который естественно в другой базе данных да студенты они в другой базе данных находятся да у него там будет соответственно студента иди может он вообще не int а int 64 студента больше бит надо больше да то есть какой-то там условно там но я все равно им запишу student id опять же что именно там у него внутри может там age есть который он будет использовать для празднования дня рождения да то есть что-то там специфические какие-то методы то есть я могу сказать так но я не буду перечислять те методы которые у меня входят в классический get name, get photo, get department да на самом деле конечно же для взаимодействия мне нужно еще там условно некий токен то есть у меня там на вход на выход создается некий токен должен быть некий ключ соответственно который там обсуждать уже вопросы криптографии как это делать зашифрованным образом как правильно мы сейчас все это дело абсолютно пропускаем то есть тупо к вас возвращает кто я и все никаких из нас этого реальных взаимодействий не прописано так вот ну не знаю я напишу int age так но он может расширить это дело например добавить туда плюс aging да видите что я сделал я пишу плюсик то есть я говорю добавь но еще и метод aging да а у teacher например есть вот такая вот такой метод по сравнению с abstracting унивменом он что может он может студента проэкзаменовать то есть он должен иметь возможность принять студента в качестве кстати вопрос о взаимодействии студента преподавателя и как его организовать в программе это большой вопрос есть много разных способов я могу вызвать метод студента типа сдать экзамен и дать ему параметрам экземпляр титчера это вариант номер один вариант номер два я могу вызвать титчера и дать ему давайте лучше покрупнее титчера вызвать и дать ему вызвать его метод экзамен передать ему в качестве параметра студент да второй вариант взаимодействия между прочим решение о том кого я буду реально вызывать это большое решение потому что от этого зависит в частности в какой последовательности два этих класса мне нужно будет описывать ведь в том методе который я буду писать вот экзамен например да или тейк экземп я должен буду использовать тот класс который еще не описан точнее который уже описан то есть мне нужно будет последовательность их аккуратно разложить впрочем если я могу сослаться в начале класс teacher class student предобъявить это поможет разрешить если что взаимную связь их друг с другом так что можно и так и так и там звать и того передавая в качестве параметра и там того в качестве параметра можно предобъявить что это класс и все но тем не менее а можно знаете еще как взаимодействовать можно сделать внешнюю функцию которая имеет их качество параметров при этом она допустим им дружественная но это плохо дружественная функция нарушает ООП концепцию а можно еще сделать круче сделать такой класс как экзамен у которого есть соответственно метод нет поля студент и teacher а? поля студент и teacher ну это тогда не экзамен а как бы сказать встреча ну да класс экземпляр которого является собственно фактом встречи идентификатор встречи который условно сохраняется в базу данных дата места и это в базу данных этот класс как сказать идет отдельной строчкой вполне разумно вполне разумно и у этого соответственно класса есть соответственно какие-то функции которые будут вызывать что-то из студента у студента get его brain знания knowledge давайте так knowledge профессору может быть многократным там в общем вопрос это интересный а как мне реальные классы реальные объекты про взаимодействие там много интересных моментов сейчас устно обсудили пока сейчас не будем об этом эту реализацию прописывать обсуждаем реализацию абстрактного класса абстрактный класс то что в C++ называется абстрактный класс я написал на доске интерфейс дело в том что когда мы делаем реализацию абстрактного класса бишь интерфейса в этом случае допустима такая ситуация что у меня один и тот же класс одновременно удовлетворяет нескольким интерфейсом это вполне допустимо понятно то есть у меня например какой-нибудь ну давайте у меня есть администратор который одновременно удовлетворяет интерфейсу university man абстрактный в принципе то есть я бы сказал что конкретно вот это university man это скорее на проход на PES PES как сказать я не знаю как по-английски турникет ну PES user как бы некий PES использующий функцию прохода а администратора может быть еще реализован интерфейс например доступа к базе данных собственно сотрудников да то есть человек который имеет доступ к базе данных сотрудников и доступ к базе данных сотрудников имеют например там администраторы и кто-нибудь еще управление образованием минопр какой-нибудь понятно тишина тишина нет просто ожидание 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 короче говоря вот это это в C++ называется наследованием но по-хорошему назвать это надо словом реализация интерфейс понятно сейчас очень важно что по концепции а теперь смотрите есть есть у меня уже конкретный студент живой которого можно создавать экземпляр то есть я могу это вот этот студент это уже реальный конкретный класс для него можно создавать экземпляры студент A, B, C вектор из этих студентов дело но у меня есть некий специфичный студент специфичный называется староста elder студент elder студент вот этот простите у меня чуть-чуть надо оторвать так вот этот самый elder студент он имеет даже никаких дополнительных атрибутов но у него есть дополнительный метод дополнительный или метод какой дополнительный метод мы его добавим что староста дополнительно делает на старостата на старостата ходит приносит информацию из деканата да раздаёт задавальники раздаёт задавальники нет get din info то есть мы можем подойти к старости взять экземпляра старосты всегда можем взять get din info точнее на самом деле от департмент потому что не от деканата не din а от департмента от вашего да факультет по-английски depart сейчас у нас из-за транскрибирования возникает дублицирование этих слов у нас возникают вот на физтехе есть соответственно что деканаты и школы я привык к тому что школы это среднее образование причём тут деканат и вот как эта группа как сказать студентов объединенных общей учебной программой я не понимаю есть департамент такое непонятно вообще кафедра обычно действительно там есть департмент да но это соответствует нашим факультетам есть че как сказать это соответствует нашим кафедрам скорее ну сложно сказать там там разные бывают организации но я буду департмент как факультет это короче get деп info get деп info или что еще кстати вот может быть у старосты доступ к списку студентов он всегда может ответить на вопрос кто отсутствует get abs absence или absent get absent да тоже можно добавить сюда то есть у него есть некоторые дополнительные методы но да очень важно очень важно использовать наследование правильно дело в том что elder student как раз является студентом фактически понимаете он просто его специфицирует он ему дает некоторые особенности но у меня будет в этом случае я сделаю жирненький вот такой треугольничек жирную стрелочку и я скажу так в этом случае староста это сущий студент это очень важно понимаете он является его просто частным случайом да то есть просто частный его случай да есть так называемые критерии барбары Лисковь критерии барбары Лисковь критерий барбары Лисковь Я, по идее, должен был его произнести в следующий раз, но, извините, я произнесу его в этот раз. Значит, критерий Барбар-Лисков. Он очень сложно произносится, я его произнесу в очень короткой формулировке. А он и что? Он про наследование. Он про наследование. У нас же главный вопрос о наследовании и реализации. Так вот, про реализацию мы обсудили, о чем речь? Речь в том, чтобы удовлетворить некоторому интерфейсу. Так? Чтобы некоторые методы там обязательно были из той же самой сигнатуры. А вот с наследованием ситуация какая? Значит, класс потомок, потомок, он еще, кстати, называется дочерним, сыновним, подклассом, этот по отношению к нему называется родительским, надкласс. Субкласс, соответственно, суперкласс, сабкласс, сабкласс, суперкласс. Паренткласс, чайлдкласс. Вот такая логика взаимодействия. Оно и так, и так, и так, и так по-всякому употребляется. Поэтому я тоже иногда говорю родительский, дочерний, иногда надкласс подкласс. Так вот, дочерний класс должен удовлетворять всем интерфейсам родительского класса и не требовать ничего дополнительного. Дочерний класс должен выполнять требованиям родительского класса и не требовать ничего дополнительного. Поясняю. Если у меня это электрик, у него есть метод закрутить лампочку. Его можно позвать, дать ему условную денежку, да, и он закрутит лампочку. То дочерний его класс, сыновний, электрик, он, во-первых, обязательно должен быть электриком. Он должен обязательно его реализовывать полностью. У него этот метод, который был у родительского класса, обязательно должен быть. Раз. Второе. Соответственно, этот дочерний класс, он не должен ничего требовать дополнительного. То есть перед тем, как позвать метод закрутить лампочку, мы не должны сделать куб и три раза присесть. Мы не должны перед этим позвать специфический метод, инициализируй меня, выдать ему динамическую память как-нибудь, через что-нибудь туда запихать. И это все не должно быть. Должно быть так, чтобы какая-то функция, которая пользовалась услугами родительского класса, могла незаметно для самой себя воспользоваться. Она не знает о том, что она воспользовалась дочерним классом, и тем не менее все отработала точно так же, без ошибок. Понятно? Для того, чтобы критерий Барбары Лиска был выполнен, очень важно правильно соблюдать абстракцию. То есть нужно иметь правильное абстрактное мышление и правильно строить эту иерарху. У меня не должно возникать вот таких фактов, например, вот я смотрю на teacher или student, они очень похожи, говорю, и у того уже более того есть и teacher ID, у того есть name. Да, у меня teacher ID не нужен, мне нужен student ID. Я закрою глаза на этот атрибут, добавлю еще один атрибут student ID, еще один атрибут age, и сделаю вот такое наследование. О! Зато мне не надо реализовывать еще раз getName, там что-то еще, мне не надо это реализовывать, оно у меня есть. Это неправильная абстракция. Это неправильная абстракция. У меня student маскирует, как какие-то, ну а что я вынужден буду сделать? Ну я вынужден буду какие-то методы учителя отправить в приват, спрятать. Понимаете? То есть я говорю, а, я замаскирую, то есть я сын электрика, но я не электрик. Да, метод на самом деле у меня как рудимент валяется, но я его прячу. Понимаете? Вот это неправильно. И наоборот, не должно возникать вот такой вот ситуации. По-моему, в вашем потоке еще были у нас объекты в питоне, и там была такая лаба с уточкой. Рисунок такая уточка, заводная, желтенькая. И там утка настоящая, да? Помните? Да. Она, это что делает? Она плавает, крякает, да, похоже на утку, но требует батарейки. Похоже, у вас неправильная абстракция, да, вы нарушаете принцип подстановки Барбара Риска. Может, она утку сделает наследниками брюшки? Мы можем сделать некий абстрактный интерфейс, абстрактную уткоподобное нечто, которое будет наследоваться. Соответственно, и утка реализует его, и эта штуковина его реализует. Очень часто в ситуации, когда мы пытаемся сделать два класса, один и тот, и тот, и тот, являются, кого же из них выбрать в качестве родительской колоды чертевого, часто правильным решением является либо, а, вообще не делать их иерархически зависимыми. То есть вопрос, а надо ли? Второе. Если надо, то, может быть, надо создать общего родителя. Ну, еще лучше сделать совсем сторонний класс и зафрендовать его к этому. Нет. Френд нарушает логику. Он должен использоваться по минимуму. То есть там, где только это неизбежно, там можно преминить. Короче, я не буду писать примеры по буррелизкам, но еще раз произнесу его. Состоит в том, чтобы экземпляр дочернего класса полностью соответствовал интерфейсам родительского класса. То есть он должен делать ровно то же, что родительский класс, и не требовать ничего дополнительного. Не требовать подарения. Ясно? Так, ладно. Давайте теперь двигаться чуть-чуть поскорее. Какие возникают у нас вопросы, связанные с наследованием? Во-первых, как это дело реализовать? Что будет с паблик и прайват? Держим в уме, что по-хорошему нормальное наследование должно соответствовать критерию, подкнулочному критерию Барбара Риска. А теперь посмотрим, что скажет на этой языке. Итак, у меня есть некий базовый класс. Я сейчас назову его BASE. У меня в этом базовом классе есть, внимание, три спецификатора доступа. Не паблик и прайват только, а прайват, протектед и паблик. Итак, я сейчас это напишу в обратном порядке. Вначале паблик. Соответственно, я и там, и там, и там положу метод. Ну, просто, чтобы красота была, я метод туда кину. Соответственно, паблик, ну, некий метод void a, который что-то делает. Что-то делает. Дело в том, что мне надо различать паблик, прайват и протектед. А прайват и протектед, они у меня очень похожи. И там все начинаются с буквы P, а прайват и протектед на пр начинаются. Тогда мне три буквы понадобятся использовать на их отличие. Потом будет паб. Паб. Значит, итак, поехали. BASE PAB. B PAB. B PAB. Вот такой метод. Он сейчас ничего не делает. private, у меня есть метод B, ой, да, давайте, вначале известный меня паблик и private, а потом протектед. B PRIV, PRIV. А? BASE PRIV, а? BASE PRIV, PRIV. Завандное название. BASE PRIV. BASE PRIV. Ну, привет. Не знаю, чем. Не понимаю. Протектед. И сделаю еще один метод. Тоже он ничего не будет возвращать, ничего не принимать, который я назову B PRO. Ну, или давайте прот. Нет, пробу. Нет, давайте прот, чтобы было понятно про школу. В нем не к слову PRO, особенно в ней. Возникает вопрос. У меня дополнительный возник спецификатор протект. Оказывается, он существует. Если я создам экземпляр этого BASE и посмотрю на него снаружи. BASE B. Какие методы я могу позвать? Ответ только публичный метод. То есть у меня и эта, и эта часть, вот эти два метода, они у меня находятся в скрытых, да, они под крышкой. Они у меня заинкапсулированы. Их нельзя. Пожалуйста, отсюда только B. Точка BPUB. Можно позвать. И больше ничего. Извне. В то же время, спать нельзя. В то же время, я могу, интересно, если кто-то смотрит лекцию дистанционно в записи, на него сработает ли? Я спит, спит, и говорю, но... Кто проснулся в этот момент, поставьте лайк под видео. Так вот, в то же время, изнутри класса, мне, конечно, из методов этого класса я могу позвать любой. Да? Из его методов мне доступно все. Все это под крышкой к тому же самого класса, и пожалуйста. Здесь смотрите. я делаю класс класс дырифт. Класс ну, или дырифт. Дырифт. И делаю наследование двоеточие бейс. у меня, естественно, здесь тоже возникают какие-то правят, протектов. Вопрос. Вот я делаю производный перевейтик D. Могу ли я позвать для D метод его отца Б. Павла или нет? Да. Согласно логике наследования, согласно подстановочному критерию Барбарни Лискова, да, могу и должен. Да, естественно, что этот метод, он напрямую должен наследоваться. То есть, наследование, оно должно на самом деле, что, во-первых, все атрибуты, которые были там, они должны быть и тут, и тоже доступны. При этом явно не требуется их прописывать. Но я атрибутов у класса не делал. Атрибуты при наследовании все всегда только наращиваются. Добавить новые можно, удалить нельзя. Но оказывается, что, несмотря на то, что все атрибуты присутствуют, доступ к атрибутам и функциям может оказаться закрытым. сейчас закрытым. По умолчанию наследование происходит приватно. Что это значит? Можно представить себе этот термин биологических клеток. У меня жила-была... дать память жил-была класс типа Б. Я хочу сказать, что класс Д является его вроде бы наследником, но при этом я говорю так, он его специфицируя расширяет методом как бы поглощения. При этом вот этот внутренний барьер у меня остается. Но все-таки поскольку он мне она в приватном наследовании у меня что происходит? Все, что у меня было у него публичным, приватным, защищенным, оно все извне теперь недоступно. Понятно? Поэтому никаких я все я загуглил яйцо посадил. Понятно? То есть мне для того, чтобы теперь каким-то образом обеспечить взаимодействие с внутренностями вот теми методами мне придется целую песню делать. Понимаете? обеспечивать туда пробрасывать доступ, прописывать функцию derivative BPUB, если я захочу, чтобы она точно так же называлась, которая будет DPUB, лучше, я же хочу, чтобы интерфейс был тот же самый, мне нужно будет прописывать функцию, которая будет вызывать ту функцию, еще думать, как это правильно сделать. Понимаете? Либо мне нужно что сказать? А, да, прошу прощения, приватное наследование, оно все отправляет в приватную зону, при этом на самом деле кое-что из доступа исчезает совсем. Дело в том, что когда я наследуюсь от какого-то класса, вы знаете, как некоторые вещи спокойненько кладут в могилу. Однотельный крестик, обручальное кольцо, да, что еще кладут в человека одевают его в какую-то красивую одежду, самую любимую, раньше коней хоронили вместе с людьми, жен, но сейчас не хоронят, слава богу. Но тем не менее, есть какие-то персональные, личные, приватные вещи, которые недоступны. Понимаете? На самом деле, хотя атрибуты класса, они все равно будут присутствовать в экземпляре производного класса, но все-таки они будут совсем защищены. Есть такая часть класса В, которая никогда не будет доступна производному классу. Это приватная часть. Вот приватная часть, он ни из какого наследника никогда не может быть вызван. Ни из наследника, ни из внешней среды. Никогда. Знаете, кто может? В личных вещах дети не имеют доступ, а вот лучший друг, френд, он не может. Но надо сказать, что дружба сама не наследует. То есть, если ваш дедушка с кем-то дружил и кто-то соответствует, ваш дедушка сказал, ты мне друг, то этот друг может к дедушке ходить в его атрибуты и методы. Понятно? А у наследников те же самые унаследованные атрибуты и методы, даже если они протекторы, защищенные, например, нет, чего он уже не может. Понятно? Вам он уже не наследует, он уже не друг. Дружба не наследуется. Отношения френд, они просто вот конкретный класс сказал дружба и все. В этом смысле тоже мешает, это правильно, но дружба, она не совсем хороша в ООП, френд не совсем хорошо дел. Потому что опять же возникает вопрос наследований. Ладно, возвращаемся сюда. Значит, доступ внутри производного, к чему я смогу доступаться? Из базового класса. Во-первых, какой бы ни был характер наследования, приватный, публичный, защищенный, но я смогу доступаться ко всему, кроме правилов. То есть мне мой базовый класс разрешает вот это и вот это в качестве того, чем я могу пользоваться. То есть я вот здесь в каком-то методе, допустим, публичном, мне не важно какой это метод, но метод. В методе вот здесь вот dpub вот отсюда я могу позвать соответственно метод bpub я могу позвать метод bprot обратите внимание, что при вызове этих методов я зову без указания экземпляра. То есть я просто это просто название я сделал, какое-то подчеркивание. На самом деле я всего лишь зову свой же, то есть это без стрелочка bpub, то есть для себя зову метод унаследованный код. Понятно? внутри своего метода публичного например я могу позвать защищенные и публичные методы своего предка. При этом для всех посторонних они являются приватными. Но то, что было приватным у моего родителя оно мне недоступно. Мне как наследство. Ясно? Все-таки могу ли я как-то помягче обойтись с остальными и вспомнить критерии Барбары Лисков? Как-то восстановить взаимодействие с внешним миром? Давайте ослаблять постепенно. Дело в том, что если я вот так все себе взял и можно по умолчанию наследование приватное, но можно явным образом сказать именно приватно, то есть я пишу двоеточие private base. Это одно и то же, если просто написать двоеточие или private base, это будет абсолютно одно и то же. Что так? Что так? Это будет приватное наследование. При этом мой внук, да, то есть дериватив от дериватив, да, до 2. Классно. Он все, что от деда, он вообще не сможет к нему никак наступаться. Понимаете? Как бы он не наследовался, я запихал все в свою приватную часть и публичное, и защищенное. То есть сам я могу пользоваться дедовским публичным и защищенным методом, а вот мой сын не сможет, потому что я приватный наследник. Понятно? себе и в роп с собой возьму. Понятно? Все методы и атрибуты, которые были публичными у плодца, самого широкого доступа, всем было можно, а я все в приват запихал, и даже мой сын не сможет к ним доступа. Ясно? Так. Мммм. Что делаем? Давайте не приватно наследоваться, давайте попробуем так называемый протектор наследоваться. Протектор наследоваться. Это мне никак не поможет доступиться к приватной части родителя, она все равно померла, так померла. А вот я теперь то, что к доступу к моему это не имеет никакого отношения, изнутри методов класса я по-прежнему могу доступиться и к публичным, и к защищенным классам базового, но теперь все, что было публичным и защищенным, остается становится защищенным. То есть мой потомок сможет ими пользоваться. Да, никто внешний не сможет, ни у меня, ни у моего потомка, но они остаются доступными в рамках иерар. Понятно? Они, как сказать, семейные ценности, передаваемые по наследству. Понятно, что такое протектор? От внешних защищаем, от наследников нет. Но самое с точки зрения критерия Барбара Лиска правильное наследование, оно как раз не происходит само по себе, а нужно явно сказать. Я должен явно сказать, я наследуюсь публично. Я публично наследуюсь от базового класса. В этом случае все публичные методы будут публичными и мы, слава Богу, наконец, сможем у производного класса вызывать метод предка. Понятно? Правда, есть такая тонкость, что для этого класса этот метод будет работать так, как будто бы я предок. У меня же есть все атрибуты, которые были у предка. И будут вызываться все методы, будут вызывать те же самые атрибуты, как именно они и были у предка. То ли я хочу, а может быть нет, может быть мне нужно переопределить этот метод, чтобы у наследника он был по-другому. тут возникает вопрос, а будет ли выполнен критерий Барбар-Лисков? Но надо сказать, что критерий Барбар-Лисков относятся к интерфейсу, понимаете, а не к реализации. То есть, что значит делать то же самое? Я чуть-чуть не точно сказал, на самом деле он может делать нечто дополнительно, но он должен сделать, как сказать, все интерфейсы должны быть соблюдены, то есть он все абсолютно похоже делает, результат идентичен, но он может сделать еще и кое-что дополнительное, сделать это со своей спецификой, как-то чуть-чуть по-другому. Понимаете? То есть, как некий частный случай, он может дополнить это действие. Поэтому существует возможность переопределения методов, причем в этом случае это называется по-английски слово override. То есть, я реально его переопределю. этот метод для моего предка он по одному вызывался, а для меня по-другому будет вызываться. И надо сказать, что вот этот override будет сама его реализовать, сделать, чтобы этот override нормально работал, хорошо работал, очень сложно. Для этого нужно будет использовать механизм виртуальных методов. То есть, сделать специфическую, специальную штуку, чтобы это делал заработать. Ладно. Почему по умолчанию C++ наследует не публично? Дело в том, что никакая публичность по умолчанию не поможет соблюсти принцип Барбара-Лиска. Не поможет. Потому что важно, чтобы при самой реализации наследования вы эту логику понимали и исследовали. Понимаете? Если вы переопределите какой-то метод, это еще не значит, что автоматически нарушить критерии, но если вы его переопределите и при этом он перестанет делать то же самое, делать это так же, как ожидает та функция, которая эту звала раньше, то у вас возникает проблема. Ваш потомок нельзя вызвать вместо предка. Понятно? Нельзя его передать в ту же функцию, которая работала для предка, для потомка она почему-то не работает. Понимаете? Буду еще более конкретно. То есть смысл в том, что у меня есть некоторая функция, некоторая функция которая получала ссылку на базовый класс base агрессант x и с вот этим вот x она нечто делала. x точка b пабу вызывала его публичный метод, может быть несколько раз, неважно, она вызывала этот метод. И ожидала каких-то результатов. Понятно? Возвращаем его значение, еще чего-то. Но хотя бы факт, что его можно позвать. Так вот, мне очень важно, что я могу вот эту функцию full позвать как для экземпляра базового класса, так и для экземпляра производного класса. Понимаете? функция будет взаимодействовать с моим классом под именем x как по ссылке на базовый. Она реально не знает, что x это производный. Понимаете? И в момент компиляции обратите внимание, функция не шаблонная, это обычная функция. У меня возникает ситуация, что я ей реально подсовываю экземпляр другого типа, не того, для которого она написана. При этом никакого приведения типов не будет. Никакого приведения типов не будет. у меня будет вызвана эта функция, но в качестве ссылки, в качестве вот этого объекта у меня будет передан собственно объект типа дериматик. И она должна будет его обработать. Учитывая, что C++ компилируемый язык, это будет значить, что будет вызвана функция BPUB. Та самая, которая для B. Реально это будет вызвана функция давайте я конкретизирую это, что это будет значить. Это будет значить, что для метода x будет вызвана функция с именем B с два двояточия BPUB. Я полное имя ее просто прописываю с пространства именем. Да? Вот та самая функция. Ясно? Так. Ну и вопрос то ли она сделает что надо или нет. То есть она же будет обращаться к конкретным атрибутам базового класса, добывать их значения, а в тех ли местах памяти они лежат у производного. Ну надо сказать, что во-первых да, в тех же местах памяти они лежат у производного, именно поэтому у нас атрибуты не исчезают, а только наращиваются по мере наследования. А во-вторых все-таки если я хочу чтобы у меня в этой ситуации был произведен некий выбор, то есть я реально позвал тот самый паб, который у меня у производного класса, смотрите, если я хочу чтобы у меня возник метод аналогичный, аналогичный метод, который будет называться точно так, паб, принт, прот, паб, да, не важно сейчас что он там делает, то возникнет какая ситуация, что у меня вот этот вот, вот в такой функции фу, я не буду знать о том, что там есть переопределенный метод, и она будет делать это недостаточно специфично, то есть мой производный класс, он должен был повести себя чуть-чуть по-другому, специфично для самого себя, как староста, он чуть по-другому входит в класс, условно, с ноги двери, открывается, шучу, но как-то вот то же самое действие, он делает чуть-чуть специфично, понимаете, но у меня получается, что если я забой изнутри функции, которая обращается к классу по ссылке или по указателю, в этом случае из-за компилированности языка у меня возникает проблема, у меня нет вот здесь как бы диспетчеризации, я не могу выбрать нужный метод, нет принципа, по которому могу определить, а какой метод дергать, студентовский или элдер-стюдентовский, понимаете, вот для этого существует такая штука, во-первых, можно ли переопределять в принципе, нет, переопределять можно, я могу переопределить, будет ли это работать, да, пока я не сделал вот так, пока я не сделал через вызов функции, которая не знает, что это производный, это работало, а теперь не работает, то есть, когда я имею указатель или ссылку, и этот указатель или ссылка является указателем на базовый класс, но у меня реально есть производность, я реально сую это производный, я не могу определиться, а какой производный вид, на самом деле у меня может быть много производных классов, то есть, кстати, вопрос о реализации интерфейса, возвращать вот это, а можно ли сделать, например, функцию, которая будет пропускать, пропускную функцию, которая будет принимать некий базовый класс, вот этот самый Univman, да, базовый абстракт и класс будет приниматься, а чтобы у меня функция, которая будет добывать имя, идентификатор, она была специфична, и здесь каждый раз происходила диспетчеризация, то есть, вопрос о том, а какую реализацию брать, возникал реально в зависимости от типа, поняли проблему, почувствовали или нет, могу ли переопределить, да, могу, но внутри вот подобных функций я не смогу его добывать, метод, он у меня будет работать, а как, он даже более того просто работать не будет, потому что для абстрактов базового класса реализации нет, пора, наверное, написать мне, что мне требуется написать, я ушел, к сожалению, даже чуть ли не в следующую лекцию, не про то, чуть-чуть рассказываем, управление доступом к базовому классу, паблик, правил от протектора рассказал, защищенный члены класса протектора рассказал смысл, да, все понятно с этим? Вопрос можно? Да, в чем получается смысл исследования, расширение функционала или что? Наследование состоит в том, что, я могу пояснить, представьте себе, что у вас есть игрушка типа Варкрафта, вот там прекрасно ложится консервация наследования, у вас есть некий боевой юнит, у этого юнита есть, соответственно, тип дракона, у дракона есть подтипы, там, дракон, который умеет летать, дракон, который умеет, соответственно, не умеет летать, но умеет бегать, дракон, который чем-нибудь еще, но у них у всех есть нечто общее для драконов, они умеют там атаковать огню, например, да, понятно? Есть герой, который то-та-та-та-та-та, и есть, то есть, возникает естественным образом иерархия, в которой есть какие-то специфические, как сказать, подтипы, очень хорошо в этом смысле название надкласс и подкласс, то-есть, некий подкласс эту год. И получается и реальный объект, который обычно используется? с какого-то иерархии, она обычно развивается от абстрактной иерархии, а дальше переходит в конкретную, то-есть, вначале идут сверху абстрактные сущности, абстрактные классы, а потом переходит к более конкретным классам, экземпляры которых уже бегают. Класс прокариоты, понимаете? Вот реально есть экземпляр прокариот универсальный? Нету. Понимаете? То есть, это уточнение, что он делает? А есть, да, вирус гриппа, вирус гриппа это еще абстрактный, да, есть вирус там, гриппа условно А, Б, как это, я не знаю, классификация, что ли, понятно, но в общем, можно условно сделать какую-то иерархию, в которой, начиная с какого-то момента, это экземпляр уже можно создать, а бывает условно там некий А-штрих там какой-нибудь, да, специфика какая-то дополнительная. Вот у меня возник абстрактный класс универсальный университет МЭН, да, есть студент, а есть уже дальше студент реализуем, да, есть элдер студент, администратор, администратор в принципе уже конкретный может быть, да, человек в принципе некий из административного персонала, а есть там декан, например, который является администратором, но имеет свою специфику, потому что у него есть департамент ID, за который он отвечает. Понятно? давайте, значит, раскроем, есть пара вещей, которые относятся к этой лекции, потому что я вам реализацию виртуальных методов расскажу в следующий раз. да. А вот вопрос, а вот с той функцией фу, вот если мы ему получается скорбь на вход объект-деривер, то он неявным образом преобразуется к супер-классу и потом от него вызовется объект-бепарт у меня не будет создан экземпляр супер-класса на основе подкласса. Нет. У меня прям реально тот же самый класс будет туда экземпляр и будет туда передан. Просто эта функция не будет знать о том, что ей реальный адрес, реальный диз, который туда едет. она не знает о том, что он производный. Она думает, что он базовый, а экземпляр и вся память она та же самая. Но фишка в том, что у производного класса все атрибуты лежат в тех же абсолютно местах памяти, где и у базового. Поэтому метод вызванный для производного, метод базового вызванный для производного, он может с ним сработать. Ошибки не возникнет, ошибки ложной интерпретации памяти не возникнет. А если мы переопределим, например, в тачарнем классе, то этот метод не получится. Ну там могут быть всякие интересные штуки. Давайте сейчас как раз вот с этим моментом определимся. Мне нужно сейчас рассказать вам первое. Альтернатива наследованию и как мне, если я отнаследовался от класса, у которого есть конструктор по умолчанию. Староста является студентом, а у студента нет конструктора по умолчанию. У него H и стрим требуется, name, H и name. Итак, поехали. Класс студент. Я практически его повторю. Что у меня есть? У меня есть паблик конструктор студент, который что делает? Получает int x, запятая, я стд сейчас не буду писать, времени очень мало. Стринг s и что он делает? Он говорит соответственно age равно x точка запятой name равно s точка запятой фигурной скопки закрыли. Деструктор я описывать не буду. И функция aging, больше ничего, опять же, getH я сейчас не буду прописывать. Функция aging, она у меня, как вы помните, вайдовая void aging, что она делает? Она делает age плюс плюс и на seaut пишет мне соответственно age лет. Давайте я резервирую правую часть доски. мне age лет. Приватная часть нет? Ага, какая приватная? Я же хочу, чтобы этот класс участвовал в иерархии. Ага, а староста уже тоже должен иметь доступ к нейму, да? Да. age значит мне надо подумать об этом, чтобы я их не схоронил вместе с собой. Значит не private, значит правильно их сделать протектор. Если бы это был оконечный класс, от которого уже наследоваться по идее как бы я не хочу, ну тогда пожалуйста запихни их private и все. Я все-таки нет, я как говорю, мало ли там частый случай студента, некий подкласс студентов. Protected, что я говорю, int age и string made. Так, супер! Я, значит, обеспечил, чтобы староста мог выступаться, будучи частым случаем студента его подклассом, мог соответственно к этим вещам выступаться. Ясно? А можно украсть? Да. А в Sibrius+, есть что-то типа константных классов, которые нельзя сделать? Максим? Вопрос, еще раз. Сибридус, можно ли сделать класс насильно оконечным, чтобы от него нельзя было наследоваться? По-моему, нет. По-моему, тоже нет. Ну, разве что можно сделать это неудобно, запихнув все в правил. Нет. Нет. В конечном счете есть альтернатива наследованию. Есть, вот на что похоже наследование приватное? На что оно похоже? На то, как какая-нибудь клетка живая сожрала другую, как симбиотик. Да, ну, вот клетки у животных содержат митохондрии. Да, есть гипотеза вполне достоверная. У митохондрии есть своя ДНК, которая наследуется по материнской линии, между прочим. Да, по отцовской вообще не наследуется. Вот, и отсюда же эти самые разговоры, то, что там генетики выявили, что оказывается все люди происходят от одного мужчины и от одной женщины. То есть, есть там одни данные, что оттуда, а по митохондриальным ДНК там восстановили, что вот не популяция, а была некая одна женщина, от которой все произошли. То есть, есть некая вообще прародительница. Вот, многие биологи были в шоке. Значит, я к чему? Что есть клетка, которая сожрала другую. Понимаете, мы можем вполне взять и просто себе в протект экземпляр класса. То есть, я могу на самом деле, сейчас реализуя класс elder student, я могу сказать, да ну его нафиг, это вообще наследование. Я возьму себе в протект запишу, что у меня там собственно студент, экземпляр студента живет, S. В конструкторе я ему напихаю параметры и буду им пользоваться, как сказать, оборачивая его методы своими методами. То есть, в своих методах я буду звать его публичные методы. Понятно? Ну, во-первых, я таким образом не смогу доступиться к его протектной части, если я его сожру, как хищник сожирает, а не унаследуюсь от него, то его протектная часть, она останется для меня закрытой. А я бы хотел все-таки пользоваться вот этими в H&M напрямую как атрибутами, а не через методы getName. Я все-таки хочу, чтобы была такая возможность напрямую ходить к атрибутам. Да, не годится. Но все-таки существует такая возможность. Правильно? Я всегда могу вместо наследования взять и сожрать. Это называется класс-композит. Класс, который как композит состоит из экземпляров и класс. В данном случае я хочу все-таки отнаследоваться и отнаследоваться публично. паблик студент. Да, при этом у меня в первую очередь сразу же возникает проблема вызова конструктора. Да, конечно же элдер студент имеет собственный конструктор. Паблик имеет собственный конструктор элдер студент. Да? Ну, естественно, что мне по-хорошему нужен возраст и имя, но если я попытаюсь вдруг сделать вот так, вы знаете, что он мне скажет? Вот так. Он мне скажет, sorry, вы знаете, вы вообще-то являетесь наследником студента, а у студента конструктор требует вызова с параметром. скажу, хорошо, дорогой, хорошо, не переживай, я приму параметр, который мне требуется. Что еще в конструкторе у староста должно быть? Если уж это староста, то у староста какой-то группы. Группу должен, соответственно, набудить, да? То есть я в этом конструкторе сделаю int, соответственно, это у меня будет x string s, не очень говорящие названия, вы уж меня простите, а вот группа id я сделаю int group id. Так, очень хорошо. И делаю, соответственно, вот здесь вот, я вот этому моменту что делаю? Я говорю name равно x, не переписывайте, пожалуйста, это не работает. name равно s, прошу прощения, h равно x, группа id равно а, ну, давайте я назову гид, вот здесь вот назову гид, а тут я назову это группа id, да? name равно x, знаете, не сработает. Знаете, почему? Дело в том, что к моменту, когда начинается реальное выполнение тела конструктора, моего, старостного, у меня все его составные части должны быть уже отработаны, то есть они уже, они уже должны, прошу прощения, быть созданы. А у меня наследование является не совсем поглощением, но нечто наподобие. То есть, короче говоря, у меня уже конструктор студента должен быть вызван. И он мне будет тыкать, мне сюда говорить, извините, вы не вызвали конструктора своего предка. То есть, оказывается, что когда вызывается конструктор моего экземпляра класса, я должен каким-то образом, когда у меня конструктор был неявным, то бишь, конструктором по умолчанию, то есть не имел параметров, может быть, даже явно написанным, но у него все-таки был конструктор без параметров, то он мог был быть вызван тайно от меня, втихаря. А теперь мне приходится делать это явным образом. Но вопрос, где? Ведь я не могу вот сюда вписать, например, вызова конструктора вроде бы не существует, нельзя конструктор вызвать, правда? Как вызвать конструктор класса? Во-вторых, нужно позвать конструктор, в питоне, кстати, можно, да, супер и нит, там мы делали это, супер и нит как раз, мы звали, можно было позвать, а можно было и не позвать. Мы говорили, правила хорошего тона, чтобы позвать конструктор предка. А тут нет, тут мы обязаны позвать конструктор предка, причем еще и передать ему параметры. То есть мы в своем конструкторе старосты, мы приняли параметры, один из которых мой старостный, я его приму как староста по методам присваивания, но мне надо перед этим явным образом позвать конструктор предка. Как? Единственный способ называется список инициализации. список инициализации. Это единственный способ позвать конструктора. Я пишу прямо в заголовке конструктора в нарушении всего предыдущего синтаксического безобразия. Двоеточие. Прямо еще раз, вот заголовок конструктора, закрылась скобка, дальше пишу двоеточие. и дальше пишу, я, простите, перенесу вот сюда, студент и передаю туда возраст и имя. те параметры, которые нам ожидаются. Х, с. На самом деле я здесь могу х плюс 1 сделать, с как-то оформить, не знаю, uppercase сделать для с. то есть я могу на самом деле здесь вызвать еще и функцию, то есть при передаче параметров я могу вычислить то, что я туда в конструктор отправляю. Даже плотно вызову какой-то функции, которая посчитает мне параметры для того, чтобы вызвать конструктор над классом. Понятно? Так вот, вот эта вот штука, она является собственно списком инициализации. Оказывается, что если мой класс, например, ElderSude, он тот же самый, заглатывает внутрь себя какой-то атрибут, именно не наследует, наследует он у меня студента, а еще и заглатывает, то есть как атрибут свой, как свое свойство имеет какой-то объект, причем этот объект тоже имеет конструктор, да еще и не по умолчанию, конструктор с параметром. То есть этому объекту нужно сказать, ну, например, если я захочу студента запихать как атрибут какого-то класса. самого студента взять и запихать как атрибут какого-то класса, то мне же тоже нужно где-то указать, поэтому я на самом деле вот здесь вот в этом списке инициализации могу через запятую указывать несколько параметров каждому, в скобках передавая то, что именно я хочу передать ему в конструктор. Я уже, кажется, писал и говорил, что на самом деле вот в этой ситуации можно сделать и иначе. Говорил я кто-то у меня кто списывает лекции с видео смотрит. Он именно так вот сделал, поэтому я уверен, что я так уже делал. name в скобках s запятая age в скобках x. А тело? А тело пустое. То есть конструктор здесь определен? Да, конструктор здесь определен, но его тело ничего не содержит. А по сути что я делаю? Я перед тем, как перейти к выполнению тела, вызываю name, инициализируя его строкой s и создаю age свой age вот этот передавая ему x в качестве начального значения. Понятно? Вот эта штука называется список инициализации. А почему мы вообще обязаны вызывать конфертерский суперкласс? Дело в том, что у меня студент, помните, когда мы обсуждали вообще конструктор по умолчанию, когда мы написали конструктор не по умолчанию. Я сказал, если вы хотя бы один конструктор напишите руками сами, то компилятор руки свои убирает, он говорит, ну тогда раз вы сами конструктор написали, значит я конструктор по умолчанию и не буду делать. Он его делает, но до тех пор, пока вы не напишите хотя бы один конструктор своими руками. Надо сказать, что есть конструктор, который он вам все равно вкрутит насильно, это конструктор клонирования. Он нужен для передачи внутрь функции в качестве параметра, чтобы передать экземпляр на основе другого экземпляра сотворенной. Конструктор клонирования. Стандартный конструктор клонирования, он делает побайтовое копирование экземпляра класса. его отрядом точно такой же, копируя все то же самое. Понятно? А почему все-таки мы должны вызвать суперклассовые? Разве вопросы не у наследуются и что-нибудь такое? Почему? Мы должны... Мы... А... Наслед... Во-первых... А, конструкторы не наследуются. Второе. При создании подкласса должны быть по цепочке вызваны все конструкторы этот зовет конструктор этого. В конструкторе этого будет вызван конструктор этого. В конструкторе этого будет вызван конструктор того надкласса. Причем реальный порядок их выполнения будет как раз отобраться. То есть первое выполнится конструктор самого-самого верхнего надкласса. Потом конструктор этого надкласса реально отработает и закончит свою работу. После этого начнется тело конструктора подкласс. Уход в эту рекурсию, но это не совсем рекурсия, вызова конструктора, он происходит именно тут. Я получил параметры, могу их слегка модифицировать, передавая им в углу, возраст подменить, имя, отправка, если я староста, условно говорю. Понятно? Просто не совсем понятна сама логика такого решения. Ну не могу я, не могу, я же должен обеспечить, как сказать, студент требует, чтобы имя было задано, чтобы нельзя было создать студента без имени. Понятно? И студент без возраста не должен быть создан. Нельзя, чтобы студента создали абстрактно, студент А и все. Студент А в скобках 17, Вася. Старосту я не могу создать, не указав ему одновременно и имя, и группу, еще и групп идентификатор. Поэтому я его конструктор делаю вот таким. Не, ну на самом деле я могу, конечно, сделать, например, чтобы группа ID был добровольный, могу, там, не знаю, значение по умолчанию, условно, гид равно нулю. То есть если я равно нулю, я его чисто староста и считаю, но группа ему не назначена. Но это отдельный уже вопрос от того, чего я реально хочу от этого класса, от объектов этого класса. Но в этом случае я обязан прописать список инициализации, я перенесу это вот сюда, да, обязан в список инициализации вписать имя конструктора, точнее имя надкласса, и в скобках указать параметры, которые требует его конструктор не по умолчанию. Более того, ведь у меня может быть несколько разных конструкторов. Конструктор это же метод, который подлежит перегрузке, правда, то есть их может быть несколько, в отличие от деструктора. Деструктор он без параметров, поэтому он всегда только один, да. А конструкторов может быть много разных, можно так создать, можно так, но всегда вызывается из них только один, но конструкторов может быть много разных, ясно? Ну, условно я могу делать конструктор, в котором int, x, string, а другой конструктор string, а потом int принимать. Ну, ради шизы, чтобы можно было студента создать и так, и сяк. И имя, возраст, и возраст. Ну, а компилятор разберется, глядя на типы. Ну, захотел так, нехорошо, но, допустим, можно сделать. Правда? А здесь я еще и выбираю, какой конструктор на класс позвать. Ясно? То есть, помню, по принципу перегрузки, сколько параметров и каких они типов будет выбран конкретный конструктор на класс. Ясно? Что-то странное. Ну, скажите мне, ясно или нет? Нет. Задайте вопрос. Да. Вот не совсем понятно. Elder Student, он же просто, все, что он делает, он просто отнаследовал все поля и методы класса Student. Да. И он уже, по факту, вообще независимо от него живет. Зачем ему еще как-то вызывать класс Student, как-то его унициализировать еще, если он может просто жить по своим судам. Захотит, унициализирует, по двумя значения захотит, он и сделает. Вот так непонятно, зачем это делать. Вот представь себе, что класс Elder Student это некий Волф, я сейчас не буду его переименовывать. У которого, на самом деле, есть своя, там, приватная вообще часть, в которой внутри живет Student. Да. Он туда Student загладывает. То есть, создаваясь, он сидит чужой элемент какой-то, который сжирает студента. И у него валяется там экземпляр студента. Естественно, что у него все, что можно, включая паблик, оно все у него спрятано тут в нутрях, да, и он нет. Значит, Student, давайте x нельзя. Student A. Да. Но я же не могу вот здесь написать параметров у студента, правда? Я не могу вот тут написать 17 Вася, правда? А почему? Подумай. Потому что я занимаюсь чем? Описанием класса хищника, который содержит в себе студента, как атрибута. Ну, потому что я описываю класс, я еще не знаю никакой конкретики, какого конкретного студента сожрет. Но он сожрет ровно одного студента, которого внутри будут называть свойства А. Понятно? Но, когда я создаю экземпляр хищника, он должен создаться, он является классом композита. Он состоит из студента. Студент является его составной частью, как стул. У стула ножка есть, и ножка является составной частью стула. Стул нельзя создать, не создав ножку. Создавая стул, я создаю и ножку тоже. В этом смысле я не совсем правильно сказал, да? Не то, что сожрал, но просто он его внутри содержит. Он его инкапсулирует, в отличие от наследования. Альтернатива наследованию – это инкапсуляция. Она является суперприватным способом, и где не нужно наследование, там вполне она в конструкции. Понятно? Поэтому я могу, но вопрос, а где же мне позвать конструктора? Ответ – в конструкторе. Но я не могу, когда уже конструктор, реально начнется тело конструктора, у меня уже атрибут А должен быть создан. Для него должна быть выделена память, и он должен быть создан. Объект считается созданным не только тогда, когда память выделена, а когда закончил работать какой-то из его конструкторов. Поэтому у меня должен к моменту, когда стартует фигурная скобка сейчас пожирающего класса композита, к моменту, когда стартует его конструктор, у меня экземпляр А, уже его атрибута, должен уже быть вызванным конструктором, а он требует параметров, не поумолчанию, их с S запихать. Поэтому я должен, вот сюда я буду написать А от X и S. А если он у меня сжирает не одного, а нескольких студентов, то каждому из них я должен буду позвать соответствующий конструктор. Понятно? Ясно? Точки с запятой там в конце не ставятся, дальше фигурные скобки, в которых тело уже конструктора этого композитора. Ясно? Наследование, оно чуть-чуть похоже, только в этом случае у меня один, всего лишь тот, которого я надо позвать, это, собственно, конструктор надкласса, поскольку у меня его тут не написано вообще, да он просто вот, наследуется от него и все. Это единственное, что я могу по имени типа обратиться к ним. Поэтому получается, что как бы зовут конструктор надкласса, вспоминая имя этого, учился мелко, имя надкласса, стюдно-дома, передавая ему нужные параметры для его инициализации. Естественно, я ему передам, то есть я возьму отсюда и туда просужу. А дополнительно к этому я еще и запомню себе группа ID. Групп ID равно этому самому биллу. То есть я себе дополнил инициализацию, еще и свои спецификации. Ясно? О! Так, на этом мы сегодня завершаемся. Что я вам не рассказал из сегодняшнего? Это? Да неужели все? Ну разве что, да, вот на компьютере ничего не показал, а так все рассказал. Спасибо вам большое, в следующий раз будет виртуальный миг. Спасибо.